Всем привет! Обзор на пульт с функцией воздушной мыши, с микрофоном и с возможностью запрограммировать кнопку питания. Модель маркируется как G50S. Не так давно я уже делал обзор на данный пульт, но производитель внес некоторые изменения, поэтому делаю повторный обзор. В такой вот коробочке поставляется пультик. Подключить можно к таким устройствам, как Smart TV, компьютер, Android TV Box, как мышку можно использовать, к мобильным устройствам можно подключить и в некоторых играх можно использовать как геймпад. Чтобы пульт работал, необходимо вот этот USB-донгл вставить в USB-разъем вашего устройства, которым вы собираетесь управлять. Вместе с пультом прилагается инструкция, причем инструкция на русском языке. И сам пультик выглядит следующим образом. Тоненький, удобно лежит в руке, выполнен из матового такого пластика, не собирает отпечатки пальцев, работает от двух батареек типа 3А. По функционалу. Вверху слева расположена программируемая кнопка питания, как программировать чуть позже я покажу. Включение и отключение курсора воздушной мыши, убрать, включить звук. Вверху расположено отверстие под микрофон и под ним световой индикатор. Навигационное кольцо управления, комбинированная кнопка назад-домой, кратковременное нажатие срабатывает как назад, удержание как домой. Активация микрофона для голосовых запросов, кнопка меню, регулировка громкости меньше-больше. И мультимедийные кнопки, плей-пауза и перемотка влево-вправо. Давайте рассмотрим режим программирования. Для этого зажимаем, удерживаем кнопку питания. Вот, моргнул индикатор, пульт в режиме программирования. Располагаем пульты друг напротив друга. И нажимаем кнопку, с которой мы хотим взять ИК-сигнал. Вот, индикатор быстро моргнул, все, кнопка запрограммирована. Если вы хотите сбросить запрограммируемую кнопку, удерживайте одновременно кнопку питания и кнопку назад. Секунд 4-5. Вот, моргнул индикатор, кнопка сбросилась. Также имеется регулировка скорости курсора мыши. Для этого нажимаем, удерживаем кнопку ОК и громкостью регулируем. Если хотим увеличить скорость курсора, соответственно нажимаем плюс. Если хотим уменьшить, соответственно нажимаем минус. И новое, что добавил производитель, кнопку меню теперь можно заменить на кнопку домой. Для этого зажимаем, удерживаем перемотку вправо и нажимаем кнопку меню. Теперь заместо кнопки меню у нас появилась кнопка домой. Не надо зажимать удерживать, здесь будет работать столько назад, а меню будет работать как домой. Если хотите вернуть все как было, чтобы кнопка меню работала, повторяйте то же самое. Зажимаем перемотку вправо и нажимаем кнопку меню. И давайте переключимся на ТВ-бокс, проверим функционал кнопок. Берем вот этот донгл и вставляем в ТВ-бокс. Ну вот я подключился к ТВ-боксу, можно управлять навигационной клавишей и можно также включить курсорчик мыши. Вот курсор мыши. Давайте сразу проверим голосовой поиск, найдем какой-нибудь фильм. Остаться в живых. Ну вот по запросу остаться в живых нам нашло в нескольких ресурсах. Голосовой поиск работает. Давайте проверим кнопку питания, которую мы программировали. Кнопка питания работает. Убрать, включить звук. Работает. Регулировка громкости. Работает. Давайте проверим кнопку назад-домой. Нажимаем назад-работает. Удерживаем. Домой работает. Давайте проверим кнопку меню. Кнопка меню работает. И давайте попробуем заменить кнопку меню на кнопку домой. Удерживаем перемотку вправо и нажимаем кнопку меню. Теперь давайте зайдем куда-нибудь в настройки. И нажимаем кнопку меню. И попадаем на рабочий стол. Теперь кнопка меню работает как кнопка домой. Пробуем вернуть обратно. Нажимаем также перемотку вправо и кнопку меню. Заходим в браузер. Нажимаем кнопку меню. И вот, пожалуйста, кнопка меню опять работает как меню. Давайте еще проверим мультимедийные кнопки. Зайдем на YouTube. Нажимаем кнопку play-pause. Срабатывает пауза. Еще раз нажимаем. Продолжается воспроизведение. Нажимаем перемотку вправо. Нас переключает на следующий ролик. Нажимаем перемотку влево. Возвращаемся на предыдущий ролик. Все кнопки функционируют как надо. Кнопка меню заменяется на кнопку домой и также обратно. Что касается АТВ прошивок. Там также все отлично работает. Но есть один нюанс. Если у вас включен курсор мыши, кнопка назад не работает. По крайней мере на Xiaomi Mi Box. Может на других ТВ приставках на АТВ прошивках и будет работать. На Xiaomi Mi Box кнопка назад не работает со включенным курсором. Надо отключать курсор. А в остальном все кнопки функционируют. Отлично я считаю пультик. Посмотреть актуальную цену и где приобрести вы можете перейдя по ссылке в описании под этим видео. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Всем удачи. Всем пока.